Чай черный, зеленый, фруктовый, жасмином Трудно найти уголок земли, где не любили бы чай. Этот напиток занимает второе место после воды. История чая берет начало более 5000 лет назад в Древнем Китае. Согласно легенде, император Шэнь Нун был мудрым и просвещенным правителем. Один из дальновидных указов императора требовал, чтобы вся питьевая вода предварительно кипятилась, чтобы от нее нельзя было заразиться. И вот однажды летним днем в соответствии с указом слуги стали кипятить воду для питья. Сухие листья с ближайшего кустарника упали в кипящую воду, отчего вода стала коричневой. Император заинтересовался полученным результатом и выпил немного получившейся жидкости. Напиток получился освежающий и приятный. Так и появился чай, согласно легенде. Разновидностей чая очень много. Зеленый, красный, черный, белый. А какой чай предпочитают наши биндерчане, мы узнавали на улицах города. С утра взбодриться, можно и зеленый с медом, а так черный после обеда где-то. Липтон пью чай. Липтон черный? Черный и зеленый. Люблю чай, но кофе больше. Думаю, все равно люди черный пьют, как из покон веков. Это может быть за границей, в Китае больше зеленый предпочитают, а у нас все равно черный больше. Я люблю зеленый чай. Покупаю не в магазине, а покупаю, там вот есть такие бутики с чаем, называется сокровище шейха и манговый рай. Зеленый любим чай. Черный с бергамотом, иногда зеленый для разнообразия. Вообще и каркаде могу пить, когда, под настроение. Когда какое настроение есть хорошее, могу немножко подкислить, значит, каркаде выпью, крепенького бергамота выпью, вот такого. Вообще чай очень люблю, у меня сестрица очень любит чай, мы чайомницы. Появился новый чай, куртис, с шоколадным вкусом, вот мы его сейчас пьем, очень хороший чай, всем рекомендуем. Принято считать, что 15 декабря – Международный день чая. Каждый отмечает этот день своим любимым напитком.